еще какую тему вот смотрите сюда здесь три года назад я была всего одна тележка просто земли есть фотографии есть на вебинарах я тележку земли привез саженец выкопал кстати с голыми корнями сильно обрезал для посадки и положил поперек этого холма сейчас он сильно усадку дал его плохо видно вот и три года назад посадил первый год слабо росло второй год лучше вот заметьте без полива без удобрений без ничего никогда и за третий год когда она окончательно освоился новом месте она дала прирост и более двух метров или более двух метров вот они такие я буду брать на черенки ну если вот тут по идее то надо тут отрезать самая ценность она такие толстые толстые как мои пальцы как я вот те из вас кто умеет делать косой средств на таких толстых ветках вот это получше то есть не получше более подходящие все это будет отрезано это мы супер сорта продана вам на прививки и я уже разобрался вот еще смотрите это дерево чуть постарше тому всего третий год идет а этого уже где-то 15 году купил участок где-то в шестнадцатом посадил но я каждый год с его резал 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 дождался вырожай снова резал поэтому она не кажется вам крупным вот посмотрите какое оно внизу видите достаточно взрослые и господи да что же это такое не снимался бы никогда не видел последние плодики они мелкие почему потому что они внутри кроны вот они то это не все я заметил все елки-палки не видел раз-два ну-ка-ну-ка ладно отрываю наступлю на горло собственной песни вот она вот она это венгерка привитая на абрикос вот она прививка вот видели вот это чудо видели на ваших глазах оторвал он еще одна висит так как же это сам ну ладно а плодики мелкие последние вот потому что уже месяц как они отошли а это в темноте сидели и отца вот ну вот не показал посмотрите на это чудо красота какая все сделаешь эти будали какой удивительный куш я железа кто я украинский хлопчик точнее русского украинского отец русский мама украинка я вырос на этих на венгерках как-то их люблю почему думаете я здесь этим занимаюсь последним мою работа прививки на абрикосы меня знаете кто сподвиг как вам вышли интересно будут эти кусочек признаки абрикоса куска то слива ложь не будут но сейчас чуть-чуть эту тему раскрою ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой как-то пройти мимо чем-то какие сладкие если бы узнали как вам дать попробовать только выставить вам если семена из этих я уже такой фильм показывал вот здесь осталось два-три ведра а может больше я уже десятки тысяч семян с помощниками выковырял ну через два-три года выброшу вот хотели бы иметь груши слаще меда доходит мой перу пятерку вот каждый раз в тот раз фильм снял а потом смотрюсь за глазах хватился тут когда фильм снимал не 5 назад если все все было в грушах а потом смотрю кино крону снимаю их не видно грозди висели а не видно ничего но это благодаря такому небу ладно и отплёкся вы где-то помечайте а когда на вебинаре рассказал показал про вот эти груши дикие уссурийские про то что в уссурийске письмо пришло уссурийские груши гибнут вообще гибнут просто все гибнут благодаря бактериальным ожогу кстати бактериальной болезни не лечится еще было пожелание валерий костынович теперь в экране крайне крайне но ни одного заказа после этого не последовало на семена груш то есть полностью прекращается деятельность в таком плане остается только рынок санкциями рынок не перекрыть рядом средняя азия там тепло я в тазикистане когда был это был два месяца в командировки он пускали тазики алюминиевый завод прям посреди зимы был декабрь и дверь кусочек феврора снега нет а потом через несколько лет я прочитал заметку газете тазикистане было минус 20 сады померзли а то довезут к нам эти саженцы вот так вот персики я вам продаю по три косточки если кто-то делает нормальный заказ вот косточки высажены а то не выгодно же продавать даже по 100 рублей если зайдет вот такой персик ведь годом раньше зашел того уже 1000 рублей стоит ну что прогулка по саду продолжается супер сорт розмарин тоже первая пятерка вот первая пятерка давайте посмотрим какие плоды самые крупные упали вот пока вот такие ну ничего это уже средненькие последние в общем я он считался у меня летний потом перешел в осенние а теперь зимние вот это думать что такое вот дело в том что это работа плодожорки вот я взял специально подчеркиваю там там участке их кто-то ну как получается добросовестность правила моя помощница собрала вот такие вот отборные вот как на это розмарин вон они висят видите собрала отборные да и решила доброе дело сделать вот ведерко таких собрала вот а я их обратно демонстративно выступал возле яблони смотрите яблони 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 вот они видите сейчас еще про них поговорим но это уже не крупные крупные упали вон они вон они самые крупные же упали и почему я показывать это вот да просто потому чтобы поняли что то что требует от нас выгрести все из-под деревьев перекопать почву это отбило охоту у миллионов людей но что делать больше не представляете брать лопату и все это в игре не в игре вначале перекопать ужас страх не и все от мифических этих вот видите заметили что каждый жрала пол зажорка видите я забрал ведро у помощницы которая хотела это компостную кучу принципиально принес обратно яблони 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 тут же кстати про это мы потом поговорим про сухую ветку вот тут же высыпал и сказал сделаю фотографию сделаю кино никак не повлияет то что вы отсюда уберем это то что предложало дерево должна вернуться деревья все и никакие плодожорки не страшны и никак нам вот сейчас закончено это у меня всегда длинные фильмы получается еще раз значит какой-то богатый граф дает приказ дворецкого дворецкий закройте форточки я не собираюсь обогревать вселенную так вот кто-то когда-то придумал дурную работу убирать все из-под деревьев так и тогда вот эта плодожорка не вернется обратно на деревья вот это есть обогревать это за свой счет всю вселенную никак не скажется плодожорка имеет крылья муравьи имеют крылья для имеет крылья жуки или все имеют крылья чет невозможно повлиять вообще вот таким путем а вот вред принести отбить охоты вот этой бесконечными перекопками граблями уборкой когда вот это я просто вернул под деревья ну пусть это было 100 участка других видите по смел в мелкие это было взято с под это из под пипин шафрана я не боюсь я всегда оставляю часть именно та которая упала раньше времени именно те которые повредили эти самые как то что мы называем вредители тоже плодожорка никакого от того что уберете или оставите вреда не будет вот это мой вывод ну этот кусочек филы наверно надо заканчивать к чему пришли значит груши семена никто не заказывает никому сладкие груши не нужны вот сейчас пойду на берег может быть не мешает дождь я хотел посидеть на берегу прям под это под одичавшей ранецкой и поговорить и про ранец потому что хорошо говорить про груши стоя возле груш так большинство тех кто нас учат это странные люди вот которая у меня будет опять и винар следующий понедельник понедельник третьего может быть это не помню вот и опять я покажу господи сколько бреда кто что все что в голову сбредет приходит осень давай это представляете я осенью оказывается должен сейчас только подойду опять этому дереву я должен взять щетку по металлу а еще лучше металлический скребок вот это все а ведь видите вот они лишайники да вот они грибы я все это должен драть 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 и еще пишут до гладкого состояния и это перед зимой у тебя бы щеткой по металлу всего ободрать снять с тебя кожу выставить на все общее обозрение как-то будешь орать умирая жестоко осуществим миллионных этих ваших слушает них десятки не сотни тысяч что так много миллиона вас слушает читают один единственный на всей планете воюю против этого дерьма дерьмовых советов вот вот на этом закончу если успею кончится дождь у меня уже фотоаппарат мокрый которым я снимаю ладно пока друзья вот эти фильмы мне обходится каждые 200 рублей и доводит дома девочка студентка в последний раз обратился и впервые последний раз кто-то не называясь прислал 750 рублей это считайте на 3-4 кино последний раз когда я обратился фильмы я снимаю сотнями плачу а как-то все думали но я такой вредный но другие вышлют обязательно железу помогут никто не прислал ни копейки остается напомнить телефон 8 960 семьсот семьдесят шесть восемьдесят шесть семьдесят два он привязан с каждой сбербанка если пригодилось хоть что то если спас хоть ваше дерево может быть 150 рублей неважно сколько хотя бы символически чтоб я знал что я вам нужен друзья все до свидания не вздумайте за скрипок я увижу в руки по обрываю но это не вам вы не этого никогда не сделайте надеюсь так вот и Субтитры создавал DimaTorzok